МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волга. Удивительная река, приютившая на своих берегах людей разных национальностей, вероисповеданий и традиций. Самая длинная река в Европе по праву может считаться символом многонациональной страны. Вдвойне отрадно, что люди, живущие на ее берегах, продолжают сохранять и чтить традиции, живут в мире и вместе отмечают значимые события. Так ежегодный межнациональный концерт «Нам Волга, матушка на всех одна» вновь собрал друзей со всей Самары. Нам «Волга, матушка на всех одна» проводится в нашем городе уже в четвертый раз. Мероприятия носят ярко выраженный объединяющий характер. Ведь Волга, река, на которой мы живем, на которой стоит наш город, объединяет в себе большое количество людей разных наций, людей, которые несут разную культуру, людей, чья жизнь, чья культура, чьи судьбы переплетены на протяжении многих веков. И неудивительно, ведь мы живем в одной стране, мы живем в одном многонациональном городе. И мероприятие «Нам Волга, матушка на всех одна» как раз и подчеркивает, что наше единство, единство нашего городского сообщества крепко. Концерт состоялся при поддержке администрации городского округа Самара, общественной организации Самарской области, региональный центр немецкой культуры «Надежда» и общественной организации немецкой национально-культурной автономии города Самары. Это праздник действительно народов, населяющих Поволжье. Это для нас очень, конечно, знаменательный день, потому что мы все вместе, конечно. И не первый раз у нас проходят мероприятия совместно с другими национальностями. И мы видим опять молодое поколение, как они прекрасно танцуют. Вот просто восторг у меня, когда я сейчас смотрела, сидела, у меня прям слезы набегали на глазах. То есть, конечно, без детей, без подростков мы ничто, да? Это наше будущее. Развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных традиций – вот те главные задачи, которые уже не первый год ставят перед собой организаторы и, нужно сказать, с успехом их осуществляют. Немецкий национально-культурный центр «Надежда» собирает людей неравнодушных, людей, для которых не пустой звук культуры народов, проживающих на берегах Великой реки. Это мероприятие имеет ярко выраженный, консолидирующий характер, объединяющий представителей всех наций, которые проживают в нашем городе. И сегодня, в этот замечательный день, позвольте выполнить приятные поручения главы городского округа Самара Елены Владимировны Лапушкиной и зачитать приветственный адрес. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас и выражаю искреннюю благодарность за организацию в нашем городе бежнационального мероприятия «Нам Волга-Матушка на всех одна». В программе литературно-музыкального мероприятия «Нам Волга-Матушка на всех одна» выступление национально-творческих коллективов немецкого, башкирского, мордовского, белорусского, грузинского национально-культурных центров, а также учащихся детских школ искусств Самары. Мероприятие изначально задумывалось как межнациональное. И здесь сегодня на сцене уже традиционно присутствуют как творческие коллективы национально-культурных центров, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара, так и центров детского творчества, детских музыкальных школ. Таким образом, ребята, которые этнически не являются представителями какого-то одного народа, изучают культуру других народов, постигают их тем самым, получают творческое развитие и, может быть, даже вдохновение для своей дальнейшей работы. Поистине яркие и запоминающиеся выступления творческих коллективов и солистов не оставили равнодушными ни одного зрителя. Бурные овации сопровождали практически каждый выход артистов на сцену. Центры немецкой культуры стали массово появляться в нашей стране в начале 90-х годов. Причем перед центрами были поставлены конкретные задачи. Ваше дело не политика, не экономика, а культура. Те же задачи были поставлены и перед немецким национальным культурным центром в Самаре. По последней переписи населения их губернии 6700 человек, а тогда, в 1991 году, было около 10 тысяч. Практически одновременно были созданы национально-культурные центры в Тольятти, Похвестнево-Отрадном, Новокуйбышевске и везде по Поволжью. Региональная организация Центра немецкой культуры «Надежда» играет очень важную роль по сохранению культуры поволжских немцев. Они в первую очередь направляют свои усилия на то, чтобы работать с молодежью. Это и воскресные школы, это и языковые курсы, это и дискуссионные клубы, это большое количество мероприятий, которые проходят в самом национальном центре. В многонациональной Самаре многие народы, в том числе люди с немецкими корнями, живут в мире и согласии. Центр немецкой культуры «Надежда» из года в год вносит немалый вклад в укрепление доверия между народами и не раз был отмечен добрыми свершениями. Активисты этой организации готовят и проводят многие мероприятия в рамках муниципальной программы «Самара многонациональная», и они всегда интересны и познавательны. Центр немецкой культуры «Надежда» также уже не первый год проводит мероприятия «Единство народов – Сила России». Это цикловые мероприятия, которые проходят в школах нашего города. Совместно с другими национально-культурными центрами используя разные приемы и методы. Это и деловая игра, это и квест для ребят более раннего, более младшего возраста. Мероприятия направлены в первую очередь на постижение культуры, на погружение в культуру народов, которые проживают в нашем городе. И в игровой форме, интересной именно для представителей младшего поколения, ребята лучше узнают своих соседей, своих друзей. Общественная организация Самарской области «Региональный центр немецкой культуры «Надежда»» создана в 1991 году. Ее основной целью является создание условий для возрождения и сохранения языка, традиций и этнокультуры российских немцев, проживающих в губернии. Организация объединяет российских немцев, проживающих в Самарской области, имеет пять филиалов в городах Тольятти, Сызрый, Отрадный, Похвестнево, в селе Макарьевка Безенчукского района. Также поддерживает связи с Международным союзом немецкой культуры города Москва, землячеством немцев по Волжье, город Саратов, землячеством немцев из России, город Штутгарт, Германия и другими культурными центрами и образовательными учреждениями. Центр немецкой культуры проводит планомерную, структурированную работу по сохранению не только культуры поволжских немцев, но и, получается, что культуры народов, проживающих в нашем городе. В истории нашего края россияне с немецкими корнями сыграли немалую роль, достаточно вспомнить, самарских губернаторов Ивана Блока, Константина Гротта. А сейчас Организация Надежды является одним из самых деятельных, дисциплинированных, интересных национально-культурных центров, проводящих большую работу по укреплению дружбы между народами. Я очень довольна тем, что происходило сегодня, те годы происходили. Для нас это очень важно, и мы рады вот этому сотрудничеству с городской администрацией. И это позволило нам еще раз заявить о себе, что мы есть, мы любим Россию, очень любим Россию, потому что, несмотря на то, что был большой поток эмиграции, и сегодня в России проживает почти полмиллиона немцев, в Самарской области официально порядка 7 тысяч, мы думаем, эта цифра больше, и Самарская область всегда оставалась таким-таки спокойным местом. Самарский центр «Надежда» пошел дальше. Он не варится в своем котле, он постоянно выходит в люди. Напоминая жителям, мы живем среди вас, мы живем рядом с вами, по соседству. Культурными мероприятиями, национальными кушаньями, во время праздников, песнями, танцами центр напоминает о значении той нации, которая живет в нашем многонациональном городе. Кроме того, «Надежда» ведет и образовательную деятельность. При центре созданы курсы немецкого языка. Представители молодого поколения, они приходят к нам в немецкие центры. Здесь мы их учим не только языку, а, конечно, в первую очередь к культуре, традициям и обычаям российских немцев. Ну и узнают они очень много, конечно, о стране, о Германии. Дети знают, что такое национальный костюм, каковы обычаи. Они проживают все праздники. В летний период организуется отдых детей в лингвистических лагерях. Также в центре работает постоянная экспозиция российских немцев в Самарском крае с организацией экскурсий, молодежных клубов, вокально-хореографические группы. Кроме того, проводятся фестивали немецкой культуры, семейные чтения, история семьи, история народа, Дни немецкой кухни, Дни национальной памяти и другие исторические и праздничные мероприятия. «Прекрасная, теплая такая семейная обстановка царит в нашем немецком центре. Это прекрасно. Вот сколько лет уже работаю, и столько могу только радоваться вот этой атмосфере дружбы, любви, взаимопонимания. Поэтому, конечно, дети тянутся и на занятия, которые проходят в форме игры. У них друзья, они есть в лагеря языковые, каждое лето, даже во время каникулы зимой бывает. То есть они, ну, как сказать, довольны, увлечены, они высоко мотивированы на изучение языка и традиций обыча немецкого народа». Кроме городского межнационального концерта «Нам Волга-матушка на всех одна» региональный центр немецкой культуры «Надежда» ежегодно проводит такие мероприятия, как областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье», «Открытое семейное чтение. История семьи. История народа. День немецкой кухни». Отмечаются национальные праздники. Большое внимание уделяется проектам по изучению истории российских немцев. Работают курсы немецкого языка для детей и взрослых. «Мы занимаемся историей, в первую очередь, с самого начала истории российских немцев. У нас большая экспозиция, которая, как бы, наша визитная карточка, лицо нашей организации. А, конечно, язык изучаемый». Также отмечаются национальные праздники Пасха, Троица, Рождество. Большое внимание уделяется проектам по изучению истории российских немцев. В центре располагается постоянная экспозиция «Российские немцы в Самарском крае». Работают клубы любителей немецкого языка для детей и взрослых. Вокальная группа «Эдельвейс». «Мы живем легко и без забот. Когда люди обедают, мы только завтракаем. То есть зорги – это забота, хлопоты, чтобы не искать ничего лишнего. Мне кажется, вот так вот. Ну, жизнь, она и есть жизнь, как говорится. Мы сегодня побывали на таком замечательном концерте. Расскажите о своих впечатлениях». «Концерт чудесный, необыкновенный. Удивило творчество нашей Самары, Поволжья. Дети, взрослые были просто необыкновенны». Но русские немцы за века сумели соединить в душе русскую эмоциональность и немецкий расчет. Они стали особой нацией, широкой, большой культуры. «Сейчас мы видим, это уже унифицированный современный немецкий костюм. Во всяком случае, он узнаваем и можно понять, что это представители немецкого народа. А вообще в каждой земле, в Германии, у них все национальные костюмы. И у российских немцев, когда они прибыли в Россию, конечно, он был тоже унифицирован. В основном это была темная юбка сухонная, темно-синего или черного цвета. А блузка была парадная, светлая, это для кирхи или для каких-то праздников. А так, она тоже была темная, это было очень удобно, потому что женщина очень много работала. И еще особенностью было, у женщины было очень много фартуков. Она могла их одновременно на себе озевать, потому что это тоже было очень удобно, чтобы нижние были чистые. И верхний снял, ты можешь выйти в гости или пойти в ту же кирху. Очень особенностью было то, что у входа в дом у немецкой женщины стояло как минимум четыре пары обуви. Это в которые она выходила в огород, в которые она заходила убирать за скотиной, в которые она делала какие-то еще домашние работы, ну и, естественно, те, в которых она была в доме. Это обязательная жилетка с элементами, да, веста еще называется, да. А сейчас она тоже украшена какими-то металлическими или пуговицами. Они тоже отражают принадлежность к какой-то земле, рисунок отражает. Но это все у нас сегодня унифицировано, для того, чтобы можно было понять, что это немецкий костюм, что характерно для мужчин. Вот такие ледерхозы – это элемент тоже баварского костюма. В основном это охотники, егермайстеры, егеры. Он плотный, он ноский. Ледер – это кожаный или из замши. И, естественно, рисунок тоже отражает элементы той земли, в которой он проживает. Конечно, веста или жилет – это тоже особенность любого национального костюма немецкого, любой земли. Характерны для женщин, для мужчин вязаные гольфы. Вот у мужчин это светлое, потому что шерсть как бы больше белая или темная, а у женщин они могли быть с рисунком. Геометрическим, очень часто рисунком, полоску, да, или, значит, каким-то ромбами. Ну, вообще, если кто-то очень хочет познакомиться с немецким костюмом, у нас есть замечательный каталог исторический немецкого костюма, можно прийти к нам в центр, мы с удовольствием расскажем о нашей экспозиции «Российские немцы в Самарском крае». Наш немецкий культурный центр, всем своим существованием мы хотим подчеркнуть, доказать, что немецкий народ существует, что он есть, и что вот это черное пятно, а его репрессии и теперешний закон о реабилитации ну, изменили существующие понятия о том, что это какие-то там враги, что это не такие люди. Тот опыт богатейший, который имеется в этом центре, он распространяется и за пределы Самарской области. Большое взаимодействие и тесное сотрудничество наладилось за последние годы с саратовскими организациями, объединяющими немецкую общественность. Ещё в первом тысячелетии появились немцы Руси. Это были купцы, это были учёные, это были специалисты военного дела. Мы в 1994 году сделали экспозицию музейную, такую небольшую по истории российских немцев. Для многих это было откровением. Когда началась перестройка, в основном это с 1991 года, немцы, так же, как и многие другие народы, которые были репрессированы в годы войны, они получили возможность объединяться, создавать свои национально-культурные центры. Меня ввели в состав совета в марте 1992 года. Мы пришли вот сюда, в эту кирху, здесь было всё по-другому. Мне сказали, ты будешь сидеть здесь каждый день и ждать людей. Но ждать долго не пришлось, и практически народ потянулся. Вышел закон о реабилитации в 1992 году, и тогда, к сожалению, этих людей уже практически никого нет. Тогда, 25 лет назад, им было чуть больше 50-60. Они действительно стали приходить каждый день. Я была очень тронута просто до слёз, что вот, наконец, обратили внимание, что вот немцы собираются вместе, что можно побеседовать. Я даже сразу стала искать, не знает ли кто-нибудь, может быть, помнит моих родителей. Когда я приехала в Тольятти, это было давным-давно, и я шла по улице и думала, господи, ведь я не одна здесь немка, как хочется поговорить с своими соплеменниками. Хоть пиши вот здесь, вот на груди бирочку, я немка, чтобы кто-то подошёл и заговорил с тобой по-немецки. Люди узнали и свою историю, и историю своей семьи. Стали здесь школьники писать у нас рефераты. Нам дали такую возможность провести две научные конференции международные по истории российских немцев. Открылись архивы, я стала писать письма в эти архивы, Волгоград, Саратов, Вомск, Новосибирск, там, где немцы, куда были они определены, из Поволжья, вот в Сибирь. Занимаюсь такой официальной работой. Я ходила, получала мне справки, потом меня ввели в состав комиссии по реабилитации, потому что за год я получила 400 справок. Я была не одна, были люди, которые параллельно занимались кто-то языком, кто-то художественной самодеятельностью. Я была не одна, были люди, которые параллельно занимались, здесь собрались первый раз в 91-м году, 21-го декабря. Здесь не было отопления, здесь был совершенно жуткий, абсолютно зал с выбитыми стеклами, алтарного стола как такового не было, то есть мы его соорудили из того, что было. И кафедру тоже обтянули, это белой тканью. Но тем не менее мы очень радовались возможности действительно наконец-то праздновать наше богослужение в нашей церкви. С 1996 года регулярно функционируют курсы для всех желающих изучать немецкий язык, в первую очередь для людей с немецкими корнями. Все больше и больше людей интересуются немецким языком и немецкой культурой. Есть воскресная школа, где тоже малыши учатся первым-перым азам немецкого языка. Вклад в сохранение языка и культуры нельзя недооценить в Самарский центр, поскольку они в сообществе российских немцев большую работу ведут. Молодежные проекты, молодежные лагеря, этнокультурные площадки, молодежные. Вот еще одно поле, в котором мы работаем совместно. Государство не безразлично, что происходит с нашими национальными объединениями, как удовлетворяются права каждого гражданина на образование, культуру, вероисповедование. Если говорить о национальных организациях российских немцев, то они сегодня в авангарде этой работы. И проекты, которые они предлагают, и механизмы реализации этой задачи. Уже как минимум 20 лет мы очень плотно сотрудничаем с региональной организацией российских немцев здесь. И будем, конечно, продолжать сотрудничать. И мы планируем на следующий год один или два проекта, связанных с гастролями немецких театральных коллективов. За эти 25 лет издание газет «Волга Курьер», проведение фестивалей «Музыкальное подворье». Совместные мероприятия мы проводили в Кошкинском районе, в Александртале, в Константиновской области. Приезжали к нам гости из Германии, из других стран, из других регионов. Мы вместе издавали книги, мы вместе проводили акции памяти. Я с огромным уважением и благодарностью отношусь к деятельности этой организации. Центр работает очень эффективно. И те немцы, те российские немцы, которые хотят сохранять свою культурную самобытность, они имеют возможность это делать. Большинство из тех, кто сейчас, российских немцев, кто живет в России, они не планируют никуда переезжать. Хотят вернуться к истокам, оставаясь примерными, абсолютно нормальными, лояльными гражданами Российской Федерации. Как себя, как немец, я, наверное, осознал лет 18. Сейчас как раз такое некое возрождение центра происходит. Мы смотрим и по количеству людей, участвующих. Это первое, что мы есть. Второе, наверное, что мы признаны равноправными. И наша организация, 25 лет ее существования, это тоже, это то, что получилось. Нам просто хотелось бы, чтобы люди знали свои корни. Есть проект немецкого языка дошкольного образования. Мы пока в него не вступили, но мы к нему готовимся. Подрастает наша воскресная школа, которым сейчас 14-13 лет. Я думаю, они нас уже не бросят. И они будут нам помогать в работе с нашими малышами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok